Утверждение Форда о том, что любой автомобиль красив, когда он черный, имело смысл, когда автомобиль не был украшением жизни, при этом оставаясь слугой. Утверждение о том, что цвет автомобиля не важен, а важно его наличие, потеряло смысл для россиян с возможностью покупки на марке. Утверждение о том, что ваш авто будет всегда привлекателен, теряет смысл после первой же мойки на помаженного в салоне ультрадорогого красавца. Но есть место, где, применяя современные и новейшие технологии, вам вернут и надолго хорошее настроение после разочарования в навороченном дилере и заставят по-молодецки засиять бока автомобиля БУ. А вот это уже эксперимент на фоне тех самых новых дилерских косяков. Одновременно в работе нулячий кукурузер 200-й серии и овощевоз японского производства. Той же марки Toyota, прибывший из Японии без пробега по России и мывшийся на тамошних мойках в течении 30 тысяч километров пробега. И то, что мылась там, и то, что только что продалось здесь, это две большие разницы. Там все понятно. Современная химия и реальный небольшой износ. Здесь вафельное полотенце, что ли, в салоне? И покраска мятых по автовозам деталей? И причем где и как? Вопрос. И непонятно почему, зная, что все клиенты автосалона, посмотрев автостоп от друга, да мало ли от кого, прослышавшие о реально работающей технологии восстановления и защиты лакокрасочного покрытия средствами мистер Кэп автомоечного комплекса от Войда-Дыр, еще не заключили договора. Ведь эти специалисты могут работать и на выезде. И понятно почему. Ни у кого другого этой технологии нет и быть не может. Это как в поговорке, кто первым встал, того и тапки. И этот поучительный разговор мы проводили на фоне обрабатываемого в половину универсала в правом руле. Результат-то мы знали, но повторим, нет паутинкам, нет царапинкам, нет следам от ногтей, нет лаковой шангрени, а есть зеркально чистая поверхность. Это все мы проходили и не устанем напоминать. Но весна и отвратительно грязные дороги – это реальная возможность продемонстрировать защитные свойства мистер Кэпа и нанообработки стекла. Процедуры менее затратные как в финансовом, так и в трудозатратном плане. Для того, чтобы объяснить вам исследовательскую сущность программы «Автостоп» и высокую эффективность работы автомоечного комплекса от Войда-Дыр, мы потратили на эту процедуру не день и не два. Вот в тот момент, когда вы видели, сияло солнышко, машина была еще не обработана. Сейчас машина обработана в половину, но нам еще предстоит самое тяжелое испытание – испытание грязью. И только после этого вы можете сами убедиться, насколько эффективно это покрытие. Но в принципе-то мы-то уже неоднократно в этом убеждались. Ну что ж, факты в любом случае требуют подтверждения. И отправляясь в путешествие по грязным дорогам и не в силах, не угвоздав видеокамеру, показать реальные изменения снаружи, понаблюдаем, как нанообработка воздействует супротив грязи в жидкодисперсной фазе изнутри. То стекло, которое вы имеете даже на новом автомобиле, не говоря о старом, имеет трудносмываемое покрытие после конвейера или после моек. И, соответственно, к нему все чудно как прилипает. Суть нанообработки – это глубокая очистка. Настолько глубокая, что вымывается вся грязь и смолы, и т.д. и т.п. Из аморфной массы поверхности стекла. Дальше туда наливается суперскользитель и мегаотталкиватель. И если вы в летних туфлях попадали на оттаивший гололед, то можете понять, что чувствуют капельки грязи на такой скользкой поверхности. Они либо укрупняясь, скатываются, либо высыхая, сдуваются набегающим потоком воздуха. И пока я, надеюсь, доступно пояснял суть происходящего, стекло с моей стороны в усмерть затонировалось грязью, несмываемой лужами. А дворниками стеклоочтительными мы не пользовались. Со стороны водительской обработанной видимость не ухудшилась, а поскольку удовольствие ехать в варианте ежиков в кумане не из самых приятных, давайте посмотрим результат эксперимента снаружи. Бывают эксперименты чистые, бывают эксперименты от автостопа. Грязные эксперименты. Ну и мы поставили грязный эксперимент, но совесть у нас была чиста, потому что не первую машину уже обрабатывали. И вот вам, пожалуйста, специально прокатились. Между прочим, потратили иное количество бензина. Ну давайте, по сути события. Вот, пожалуйста, эта часть обработана мистер Кэпом. Эта часть не обработана мистер Кэпом. Вопросы? Опять же, элементы оптики здесь обработаны. Не обработаны, прошу прощения. Здесь обработаны. Ну как, есть разница? Давайте идем дальше. Мы специально сделали так, чтобы машина была похожа на шахматную досочку. Поэтому, вот он вот, вам вариант, пожалуйста. И опять же, чистые стекла. Это нанообработка. Ну, самый интерес, и опять же, для чего берется машина универсал. Все водители универсалов и джиповоды, соответственно, знают, что получается. Заднее стекло никогда не бывает чистым. Ну, пожалуйста, нанообработка позволяет вам видеть, не работая дворником. И тоже мистер Кэп. Как вам? Идем дальше. Ну, чтобы уж совсем уж по кругу. И совсем, чистоты ради эксперимента. Итак, давайте в завершении поговорим о том, что действительность нам утверждает реальную пользу дела. Реальную работу защитного покрытия мистер Кэп. И реальную защиту нанообработки стекла. Так что думайте. А выводы, выводы очевидны. И они не могут не бросаться в глаза.